Спутники, ракеты, орбитальная диета и даже фитнес в невесомости. Школьники в деталях знакомятся с космической жизнью. Экскурсоводов несколько. Одни совсем рядом рассказывают об экспонатах в музее, другие на высоте четырех сотен километров. Передают приветы прямо с борта МКС. Американский муниципед, и сейчас Шеллен Локер, занимается занятиями велоспорта. Ай, Шеллен? Да. Поезд с юными туристами прибыл в рамках масштабного проекта «Краеведческий экспресс». Он работает в регионе с 2012 года. Проект, который включил в себя 700 участников, 16 экскурсионных маршрутов, разнообразные объекты посещения, музеи. Мы сегодня посетили и литературный музей, и детскую картинную галерею. Это самый многочисленный экспресс за 7 лет. Среди сопровождающих не только учителя, но и родители. Они уверены, подобные проекты повышают общий образовательный уровень детей. Образование для детей – это очень важно. Не только школа, но и какие-то мероприятия, которые мы посещаем вне школы. У нас очень большая, достаточная программа в течение года. Нужно знать свою историю. Ее знают во всем мире. Наши дети ее просто обязаны знать и гордиться ей. Проект «Краевический экспресс» хоть и образовательный, но здесь не как в школе. Научные эксперименты, уникальные экспонаты, что именно посмотреть, каждый выбирает сам. Поэтому интерес у детей искренний. Весело было. Мы с друзьями ехали, общались. Мне запомнилось, как выглядела первая ракета, на которой прилетел Гагарин. Мне больше запомнилось у вас, когда нам показывали видео, как в космосе запускали, ну, как воду из бутылки, как воду пить. «Краевический экспресс» – одна из лучших туристических практик в стране. Проект создан и развивается при поддержке Департамента туризма Министерства культуры Самарской области. Ежегодно число участников проекта растет и приближается к 2000. Организаторы обещают, в будущем экспрессов станет больше, образовательные программы – еще разнообразнее. Руслан Шарипов, Александр Дудко. Новости губернии.